Всем огромный привет! Сегодня я буду готовить молдавскую вертуту с творогом и зеленью и второй вариант у меня с капустой. Для начала я подготавливаю начинку. Капусту мне необходимо нашинковать. Я буду пользоваться специальной теркой. Все это делается очень быстро и легко. И также на сковородке я поджариваю лук с морковкой и с томатной пастой. Добавляю туда капусту, специи, лавровый лист и все это тушу до готовности буквально 10 минут. Тем временем замешиваю тесто, смешиваю все ингредиенты необходимые для теста и замешиваю тесто руками достаточно долго. Если нет, то можно воспользоваться кухонным комбайном. Кладу тесто для того, чтобы оно постояло под пленкой буквально на полчаса. Тем временем у меня остывает начинка. Делю тесто на порционные куски, раскатываю из каждого кусочка шарик и после буду уже заниматься раскаткой. Для этого я буду пользоваться скалкой. Больше ничего мне не понадобилось. Ни мука, ни растительное масло, тесто не прилипало. Сколько я могла, я раскатала в тонкую лепешку, после я беру руками и растягиваю в каждую из сторон, вытягиваю тесто, как вытяжное. За краешек легонечко тяну. Если у вас получатся мелкие дырочки, то ничего страшного, потом в процессе выпечки все это будет незаметно. Если с первого раза не получится, то с второго точно уже получится. Так что растягиваем лепешку как можно тоньше, прям до прозрачного состояния. И смазываем растительным маслом сверху. После выкладываю начинку. В моем случае, в первом случае я использую здесь капусту, поэтому выкладываю ее на краешек и сворачиваю все это в рулет. Хорошенечко захватываем со сторон. Так же все очень быстро получается. После скручиваю из этого рулета улитку и отправляю ее на подготовленный противень. Смазываю взбитым яйцом и отправляю в разогретую духовку 180 градусов, где-то приблизительно на 20 минут, не больше. Я держу до золотистого цвета, который будет удовлетворительной для моего взгляда. Достаем из духовки и даем возможность остыть нашим вертутам. Все. Показываю вам в разломе, что получилось. Тесто получилось хрустящее снаружи, но при этом нежная начинка внутри. И получился слоеный эффект за счет того, что мы скручивали все это рулетом и смазывали растительным маслом. Желаю вам приятного аппетита и всем до скорых встреч. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok